15 лет исполнилось газете «Ас-Салам» на табасаранском языке. По этому случаю в Доме культуры села Хучни Табасаранского района прошло торжественное мероприятие. Представители Муфтеата, республики, религиозные и общественные деятели, а также преданные подписчики не оставили без внимания это событие. 15 лет работы на благо своего народа. Газета «Ас-Салам» на табасаранском языке уже успела стать достоянием нации. Юбилей издания стал настоящим праздником для преданных подписчиков. Все выступавшие отмечали значимость газеты в духовно-просветительской работе с населением, вспоминали тех, кто стоял у истоков издания и внес весомый вклад в ее развитие. Хочу поздравить всех нас этим знаменательным событием, потому что это наша общая радость, это наша общая работа и радоваться обязаны мы все вместе. Говоря по газете «Ас-Салам», хвала Всевышнему, мне очень радостно за то, что Всевышний когда-то дал мне тоже возможность заниматься этой работой, просветительской деятельностью. И, аль-хамду лилля, то, что дала мне эта газета, наверное, ни одна из газет не может сегодня дать такую пользу для человечества. На самом деле, 15 лет эта газета приносит в наши дома уют. 15 лет эта газета приносит в наши дома знания, и сегодня отрадно, что поздравить нас собрались политические, общественные, религиозные деятели. Праздник сопровождался исполнением нашидов, а его кульминацией стал розыгрыш путевки в хадж и других ценных призов. Жительница села Хучни из Петра Гимова стала обладательницей автомобиля «Лада Гранта». Как признается сама победительница, она больше всего желала получить путевку в хадж. Но стоит отметить, что и выигранный автомобиль, возможно, в будущем, поможет ей осуществить заветную мечту. Вы за нас дуанами сделаете? Обязательно, обязательно. Я мечтала, эта машина не мечтала, я мечтала хадж. Хадж, да. Хасмит так получит. Напомню, что духовно-праздительская газета «Ассалам» выпускается на 10 языках и имеет самый большой тираж по республике. С недавних пор она выпускается и на английском языке. Но, как уверяет в редакции издания, они намерены останавливаться на достигнутом. Абдулла Алиев, Расул Рамазанов, телеканал ННТ, село Хучни, Тавасаранский район.